Спонсор программы Институт развития карьеры Здравствуйте и добро пожаловать на Бизнес Апп. Я Андрей Григан, ведущий этой программы. И мы рады представить вам новый увлекательный выпуск, посвященный личному развитию и предпринимательству. Сегодня у нас в студии бизнес-тренер и предприниматель Артем Полушатов. Мы намерены исследовать секреты личного и профессионального успеха, обсудим важность личного развития в предпринимательстве и как можно достичь максимального потенциала. Узнаем, какие стратегии и методы использует Артем Полушатов, чтобы помогать людям достигать своих целей и превращать свои мечты в реальность. В атмосфере обучения и мотивации приглашаем вас узнать, что означает построить успешное будущее, как на личном, так и на деловом фронте. Это вечер, посвященный личному и профессиональному развитию, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами ценными идеями и советами. Добро пожаловать, Артем Полушатов. Добрый день. Артем, я очень рад тебя видеть в гостях и то, что мы сможем пообщаться вот так вот вживую и рассказать нашим коллегам, тем, кто за нами наблюдает, что происходит сейчас на рынке развития, личностного развития, и как на этом рынке работаешь ты сейчас. Чуть-чуть, чтобы наши слушатели поняли, и те, кто за нами наблюдают, у тебя 15-летний или более 15 лет уже управленческой тренерской практики. Ты проделал путь от мерчандайзера до бизнес-тренера мировой торговой и добычной компании JTI. Да, абсолютно верно. Расскажи более детально чуть-чуть, как проходил этот твой карьерный рост от простого сотрудника, да, как ты вырос в бизнес-тренера в компании, насколько я понимаю, и потом уже вышел на рынок молдавского консалтинга. Да, благодарю, Андрей, за приглашение. Да, моя карьера начиналась с позиции мерчандайзера. Я был молодой парень в табачной компании, у меня был свой район, ходил пешком, расставлял табачную продукцию, рекламу, да, то есть вот в этом всем был, и дошел там до позиции национального тренера, там же обучился в этой компании. И после того, как произошли изменения в компании, я вышел на открытый рынок Молдовы, и, честно говоря, первый раз я ужаснулся. Потому что когда ты работаешь в международной компании или в мировой компании, когда тебе все понятно, что и как, какие процессы происходят, как все выстроено, и что ты должен делать, когда я столкнулся с этим, извиняюсь за слово, безумием, да, это был 2007-2008 год, да, это начало таких местных компаний, местного развития, то я понял, что мне не хватает менталитета, и ушел работать по совету своего руководителя тогда, еще с GTI, работать руководителем в местные компании. То есть попрактиковать непосредственно в компании с местным капиталом? Да, с местным капиталом. Это были построения дистрибьюции, это тоже была дистрибьюция. То есть он шел в ту же отрасль? В ту же отрасль, да, только руководителем уже. И выстраивал дистрибьюцию, уже выстраивал стандарты дистрибьюции в колбасных компаниях, в алкогольной компании, работал директором по продажам в косметической компании, тоже это был мировой бренд, и здесь был именно директором рынка. И всю, в принципе, свою практику, всю свою жизнь я работал, наверное, 80% как наемный сотрудник. Это были должности руководящие, и все были связаны с продажами. И 4 года назад я решил полностью уйти из найма. Как настоящий продажник я ушел из найма прямо за 2 месяца до ковида. Мы с женой открыли компанию, подписали контракт с крупной международной молочной компанией, и так случилось, что через 2 месяца нас всех закрыли по домам. Так и было. Так и было. Сколько времени ты провел вот между непосредственно временем в GTI и сколько времени вот до консалтинга, до ковида? Ну, вообще, так если взять, по большому счету, я проработал 15 лет. 15 лет я проработал как в найме, так и в консалтинге. Единственное, что это были такие разовые проекты, да, там какие-то проведения тренингов, то есть не было чего-то масштабного, не было чего-то долгосрочного. В большей степени это были краткосрочные проекты, ну и работа как работа, да, то есть... Это тебе позволило перенять менталитет? Да, это позволило мне понять, как думает молдавский бизнес, какие у него цели, какие у него видения. Очень многие компании выросли на моих глазах и стали сейчас гигантами, да, на рынке Молдовы. Ну, а кто-то распраздновал поминки и их уже нет на рынке Молдовы. Такое тоже бывает. И это тоже нормально. Да. И вот 4 года назад я ушел из найма и основные мои отрасли, чему я занимаюсь, это обучение продажников, переговорщиков. Это основной курс, я переговорщик по профессиям, да, и курс, я руководитель. Вот. Я сам себя считаю классным продажником, я сам продажник и могу даже это объяснить, почему я так считаю. Объясняю. 4 года работает наша консалтинговая компания, да, по обучению персонала. За эти 4 года мы вложили в маркетинг ноль. Так. Лей. Да. Если вы захотите найти какую-то рекламу моих курсов или тренингов, вы ее нигде не найдете. Да, так и есть. Да. При этом я как все, ну, шутку говорю своей жене по обучению, профессиональному обучению именно в продажах, переговорах. Второй. В Молдове. После всех первых. Окей. Объясню почему. Слушайте. Второй самый лучший. Да. Я не вкладываю в маркетинг пока. Мы не вкладывали до этого года ничего в маркетинг абсолютно. Но ты идешь в прямые продажи, я так правильно понимаю. Да. Ты стучишься в дверь к компаниям напрямую, да? Сейчас нет. Нет. Уже нет. Сейчас компании стучатся. В начале ты начал? В начале, да. Чтобы ходить, то есть... Да, конечно же, я встречался со своими знакомыми, со своими учениками, со своими коллегами, с которыми мы работали когда-то много лет в каких-то компаниях. То есть контакты из твоего телефона, с которым ты был знаком, те, которые тебе доверяют и к которым ты в первую очередь пошел. И я дошел на сегодняшний день, что на сегодняшний день у меня занято примерно 18 тренинг дней в месяц. Уже? То есть почти, то есть это уже более, ну, почти 90 процентов, да? То есть у тебя остается 4 дня, может быть, из рабочих дней. Ты работаешь в субботу и воскресенье? Я работаю и в субботу, и в воскресенье, и во все дни, да. В среднем по рынку тренера имеют 4-6 тренинг дней. Окей. То есть за эти последние 4 года тебе удалось, то есть прямыми продажами, уже непосредственно, то есть на базе рекомендации, развить свой бизнес такого опыта, что у тебя уже почти что 80 процентов. И плюс, кроме этого, уже некоторые международные компании рекомендуют меня своим партнерам на экспортных рынках. Начиная ты с местных компаний, насколько я понимаю, то есть именно свой бизнес. Расскажи, ты говорил про ковид. Два месяца до ковида. Мы открылись. Как развивали компания? Мы открылись, мы подписали очень крутой контракт, мы обрадовались, да, что мы вот прям, мы вот только открылись, и прям на следующий день я поехал подписывать контракт с компанией. Да, мы закрылись. Да, было тяжело. Было очень даже тяжело. Единственный момент, который мне не позволял остановиться, это вот мышление. То, чем мы занимаемся с продажниками и с руководителями, и с переговорщиками, на всех тренингах, с чего мы начинаем, это с мышления. А мышление какое? Мышление не из успешного успеха. Потому что успешный успехом забили голову сейчас за последние 15 лет всем до максимума. Ну, история, знаешь, из зоны, в которой надо выйти, и там ты выходишь из этой зоны, и у тебя будет счастье. Слушайте, никогда человек, выходя из зоны комфорта, не будет испытывать счастье. Он будет испытывать дискомфорт, стресс и закрытие. И вот как раз... Выходя намеренно из зоны комфорта. Намеренно, конечно. Или когда кто-то выводит. Про какое мышление мы говорим в твоем случае? Мышление в моем случае, это как раз расширение зоны комфорта. Это когда ты начинаешь не от того, что ты больше, давайте больше продавать, и будем лучше жить. Давайте начнем вначале лучше жить. Усложняем себе жизнь. Да, давайте начнем лучше жить. И за счет этого тогда это будет движком для того, чтобы ты больше продавал. На своих курсах я у всех учеников спрошу, кто хочет больше зарабатывать. Все поднимают руку. Я говорю, почему не зарабатываете? Имеете возможность? У вас есть проценты, бонусы, у вас нет потолка. Да, почему больше не продаете? Потому что у любого продажника есть потолок. Да, конечно. Это потолок личного развития. Потолок в личном развитии. Потолок в том, что он не знает, как расширять свою зону комфорта. Чем учишь участников тренингов ты в зоне мышления? В зоне мышления в первую очередь это расширять зону комфорта. Как это? Расширять зону комфорта, ну, например, уйти от многих, извините, кто-то говорит, что это самое лучшее в мире образование. Ну, вы поняли о каком. А я говорю о том, что это фабрично-заводские настройки. Ну, уж простите меня, кто любит самое лучшее в мире образование. Так вот, для начала надо что сделать? У каждого дома, у кого есть эти красивые сервизы... Самое лучшее образование, это что мы говорим, про школу, университет или... Нет, это про советское образование, Андрей. Про советское, окей. Вот, так нужно достать эти сервизы, да, и либо их продать, либо начать съесть с них. Нужно выкинуть... То есть не держать их на витрине? Не держать, они вам не нужны, конечно. Просто пользоваться из коротка. Начать пользоваться. Нужно выкинуть свои раскладушки. То, что я всем участникам говорю, всем мне говорят, мы не спим на раскладушках. Я говорю, ну как не спите, спите, это ваши диваны. Давай отобразно перейдем к более конкретному. Есть разница, наверное, вот, все-таки ты говоришь, есть я переговорщик, это, скорее всего, к сотрудникам подходит обучение. А есть я руководитель, да? Да. Вот этот момент мышления, ты как-то адаптируешь его для руководителей и для сотрудников, или это тот же самый подход? В чем разница? Вот, когда я начинал работать в GTI, я, честно говоря, и когда закончил работать в GTI, я там уже работал национальным тренером. И вышел в молдавский менталитет и немножко подцепил себе инфекцию. Что ты, молдавский, нашего менталитета. А инфекция какая? Думать о себе, ну, продажники же мы думаем на сегодняшний день, мы не думаем о завтрашнем. И вот я начал тоже думать больше про сегодняшний день. И лет, наверное, пять назад я понял, что я совершаю стратегическую ошибку, потому что я думаю только на сегодняшний день. И совершенно не думаю о завтрашнем мне. А что означает о завтрашнем мне? Мы вместе с руководителями адаптируем эту систему мышления и то, что было в GTI. А о чем она звучала? Что есть профессиональное твое развитие. Это то, что ты должен обладать какими-то компетенциями, навыками. То, что нужно компании. То, что нужно компании. Но, к сожалению, наши компании забыли или не знали о том, что есть еще и личное развитие человека. И вот когда мы с компаниями начинаем выстраивать не только профессиональное, но и личное развитие. Давай разобьем их, да? Разбиваем. Одно – это то, что нужно, да? И то, что мы не всегда хотим делать. Да. Второе – это то, что мы хотим делать. Это то, что мы хотим, да. И вот смотри, как интересно получается. Вот то, что мы хотим делать… Над этим никто с нами не работает. Над этим с нами руководители не работают. Почему? Потому что руководители сами, в принципе, над собой не работают. Может быть, никто не работал с ними в этом плане? И это тоже момент есть. Потому что мало людей, которые автономны, то есть знают, чего хотят. А большинство, ну, есть статистика, да, 95% людей бы заплатили кому-то другому, чтобы он подумал за них и решил проблему, да, чем решали бы самостоятельно эту проблему. Да. И вот тут мы как раз выходим с руководителями на историю, что они должны развивать в людях и понимать, чего хочет человек. Приведу примеры с последнего тренинга, то, что мы прям всей группой смеялись, да. Потому что я сделал вот акцент на продажника, и на руководителя. Я говорю, вот спросил, участница. Руководители участвовали вместе с продажниками? Да, да, с продажниками, да, конечно. Я говорю, вот у тебя есть ребенок? Она говорит, да. Участница говорит, да. Я говорю, круто. Как зовут? Просили, как зовут. Чем она занимается? Теннисом. Я говорю, вот теперь представь себе, ты приходишь домой и говоришь своему ребенку, слушай, вот там есть третья или первая ракетка мира, или вторая ракетка мира, И, значит, эта ракетка мира дает в Испании мастер-класс по теннису. Как будет чувствовать себя твой ребенок? Она говорит, она будет визжать, пищать, обнимать, говорить, что у меня самая лучшая мама на свете. Какие эмоции ты будешь испытывать? Она говорит, да я готова буду все сделать ради этого мира. Я говорю, хорошо, а вот если тебе сейчас сказать, 3000 евро стоит эта поездка. Готова ты сейчас отдать 3000 евро? Говорит, нет, потому что у меня их нет просто. Понимаешь, да, в чем парадокс? Я говорю, хорошо, а готова ты отдать сейчас 300 евро, зная, что в июне 24-го года твоя дочка поедет на этот мастер-класс? Она говорит, да. И постепенно отдавать эту сумму? Она говорит, да. А вот теперь смотрите в мышлении. Будет ли она больше продавать? 100%. Почему? Потому что каждый день она будет испытывать... С теннисом аналогия, то есть будет играть лучше в теннис. Или мы говорим про маму? Нет, она будет про маму. Она будет испытывать вот эти эмоции. Она придет, скажет ребенку. Ребенок будет визжать, ее это зажжет. Дальше ребенок пойдет в свою спортивную школу. И там расскажет всем. Все мамочки, папочки начнут ее спрашивать. А что за мастер-класс? Где ты взяла? Ты начала больше зарабатывать. Это уже как такая декларация, которую нужно будет подтверждать. И вот тут вот постоянно ты как продажник будешь испытывать кайфы от того, что твой ребенок поедет. А что покупать в первую очередь? Любой покупатель, партнер, заказчик. Это уверенность. И когда у тебя, как у продажника или у переговорщика, горят глаза, а они у тебя будут гореть, потому что этот кайф ты будешь испытывать от общения с близкими. То есть улучшая вот эту зону комфорта, ты переносишь это на продажи. И тогда продаешь больше. Что случается в этом примере с руководителями? А вот руководитель как раз должен общаться со своими людьми, знать, чем они живут. Он не должен быть мамой или папой. Он должен просто понимать, чем живет этот человек вне работы. И постепенно подталкивать своего сотрудника к мысли о том, что он может сделать что-то большее. Сколько времени должен руководитель инвестировать в такой процесс? Если, например, у него 130 сотрудников. Если у него 130 сотрудников, то наверняка у него есть руководители среднего какого-то звена. Вот эти сотрудники, руководители среднего звена должны свои команды знать. А кто им это преподает? Кому? Руководителям среднего звена? Должен давать топ-менеджмент, конечно же, работать. То есть схема очень простая. Топ-менеджер... Должно идти от топ-менеджмента, который работает со средним звеном, потом среднее звено работает с остальными сотрудниками или со своими непосредственными командами. Со своими командами. Неважно, даже это не обязательно должны быть продажники. А тут же история в чем заключается? Что когда я как топ-менеджер, я заражаю своих руководителей вот этой идеей о том, что можно жить лучше. О том, что хватит ездить на старой машине, заедь в автосалон и возьми себе новую. Потому что ты можешь это себе позволить. Мы даже не говорим, что сразу рассчитаться и отдать эти все деньги. А вы мне не даете зарплату, например. Я не получаю зарплаты, которая бы мне позволила. Так начнешь получать. Что самое интересное, какой парадокс происходит? Происходит такой парадокс, что вот те люди, которые принимают эту историю на себя, мои участники, начинают действительно по-другому жить. Мы говорим про сотрудников или про руководителей? Мы говорим и про сотрудников, и про руководителей. Потому что для меня это все участники. Это все люди, с которыми я работаю и постоянно в контакте. Могу сказать так, что вот из 100% всех участников, а их много, я рассказал сколько тренинг дней у меня, разные команды, разные группы. Вот из всех 100%, 15% делятся со мной. То есть фидбэк делится? Что они изменили в своей жизни? И как это повлияло на их продажи? И это такой кайф читать, Андрей. Это мотивирует тебя? Это меня... Я вот даже сделал видео недавно. Первое, что мотивирует, это моя женщина и моя семья. Второе, это моя личная зона комфорта, которую я расширяю. А третье, это вот именно эта обратная связь от участников. Ну, смотри, Артем, то, что ты говоришь про мышление, это на самом деле, и то, как это должно работать, это культура организации. Говоришь ли ты на этих тренингах про принципы и про ценности? Есть ли они в компаниях, в которые ты ходишь? Помогаешь ли ты им прописать их, может быть, или определить их, например, в работе? Потому что цель, ну, понятно, я переговорщик, то есть должен стать хорошим переговорщиком. Для чего ты помогаешь им мышление? Я руководитель, я должен стать лучшим руководителем для своей команды, для своей компании. Про принципы и про ценности. Да, про ценности мы обязательно говорим с руководителями. Единственное, что не мы их прописываем. Я видел очень много компаний, вплоть до международных компаний, где эти ценности написаны на каждом углу, на каждой футболке, на каждой кепке. И они просто написаны. Поняты ли они до конца? Да, они просто написаны. В большинстве случаев они просто написаны. Вот тут важный момент, что ценности, они, конечно же, принимаются наверху. Но они проживают жизнь с самого низа. То есть люди должны, то есть руководитель должен создать среду, где его сотрудники пропишут сами эти ценности. Хотя они уже, в принципе, наверху определены, так мы скажем с вами. Без сотрудников. Да, без сотрудников, просто опытный руководитель. Я же говорю, неважно, каким руководителем ты являешься, отделом финансов, логистики или чего бы ни было. Когда ты руководитель, ты должен быть очень крутым продажником. Потому что ты должен продать эту идею и заразить эту идею. Работать в твоей компании или в твоей команде, да? Конечно. Компании, команде, людям даже и командам, может быть, с которыми ты работаешь на перекрестке. Насколько важно личное развитие для успешной карьеры, для успешного бизнеса? Для сотрудника и отдельно для руководителя? Вот тут, начиная с сотрудников. Я всегда всем сотрудникам говорю, научитесь продавать себя. К сожалению, вот эти фабрично-заводские настройки, когда нам всю жизнь говорили о том, что хвастаться плохо, говорить о своих успехах, это прям не очень красиво. Это типа, ну, считается как лизинг. Ну, лизинг это не про финансы, понятно, да, что руководителю лижут, да? То есть не про эту историю. Так вот, тут мы как раз говорим о том, что сотрудник в первую очередь должен продавать свои результаты. Классный руководитель, когда он продает результаты своих сотрудников выше, да? И продает, по сути, себя. Потому что, когда я выстраиваю карьеру, и если я начинаю с первой позиции, даже того же мерчендайзера, и мой руководитель не знает о моих успехах, он видит их просто в цифрах. Плюс 150 процентов. Ай-яй-яй, Артем молодец. А кто-то делает плюс 120 процентов. Но при этом руководитель знает, что он подписал контракты с какими-то кей-каунтами, выставился где-то на полках, занял дополнительное место. То есть, естественно, кто следующий пойдет наверх? Конечно же, том, о котором знают. Единственное, мы не говорим хвастаться, вот какие у меня ногти. Оговорить о своих результатах, продавайте свои результаты. А руководитель профессиональный, если он хочет добиваться большего в этой компании, в росте, или даже в будущем открыть свой бизнес, если он не умеет продавать результаты, даже наемный, конечно, если он не умеет продавать результаты своих сотрудников, то совсем грустно ему живется. Окей. Артем, мы прервемся на рекламу, и после этого продолжим наш разговор. Друзья, реклама, и после этого продолжаем. Дорогие друзья, мы вернулись после рекламы, продолжаем наше общение с Артемом Полушатовым, бизнес-тренер и предприниматель. Артем, мы говорили до паузы про развитие, карьерное развитие, личностный рост сотрудников, как сотрудников компании, так и руководителей. Ты привел очень интересный пример, чтобы промотивировать и поменять мышление сотрудника, или даже того же руководителя, по отношению к своим сотрудникам. Пример с своим чадом, с ребенком. Потому что здесь для каждого из нас, те, у кого есть дети, эмоции намного сильнее. Потому что мы инвестируем своих детей в одежду, здоровье, обучение. Ты рассказывал до этого про очень интересную идею, про проект. Проект, связанный с детьми. Расскажи более детально, что за идея и как она появилась. Уходим от взрослых к деткам. У меня сын 13 лет. И я обратил внимание на то, что вот это новое поколение, они очень мало коммуницируют друг с другом, очень трудно коммуницируют. Им где-то неудобно позвонить, где-то неудобно написать. И мы так сели с женой пораздумали и решили сделать летний лагерь. Летний лагерь, я переговорщик. Да, мы это делаем, совместный проект, наш институт развития карьеры и Спарта. Да, Спарту все знают лагерь. Мы делаем его в Болгарии на две недели, где будет отдельная группа «Я переговорщик». Где дети будут учиться, общаться, преодолевать свои какие-то внутренние страхи, публично выступать, презентовать, где они научатся правильно отвечать на агрессию. Потому что иногда все-таки дети сталкиваются с буллингом в школе, с недопониманием. Может быть, где-то с учителями, которые их пытаются продавить. А некоторые сталкиваются и с родителями, которые пытаются их продавить. Так вот, как раз здесь, в лагере, ваши дети научатся разговаривать, научатся легко это делать, научатся находить точки соприкосновения друг с другом, уходить от конфликтов или сглаживать их. И мы сделали, вообще, я сделал новую такую историю. Под Новый год мы делаем корпоративные пакеты. То есть, компания, которая хочет замотивироваться их сотрудникам и лучшим сотрудникам, ну, как обычно у нас делаются баллы, да, такие масштабные, дарятся призы, то один из этих моментов, это может быть корпоративный подарок ребенку. То есть, поездка в лагерь и приговорщик. Да, это вот как раз о вот той личной мотивации, которую мы говорили до этого. Как ты ожидаешь, что будет легче заниматься, что легче, взрослыми, где уже есть опыт, или с детьми, с детишками? Ты знаешь, я в свое время, ну, мы проводили социальные проекты и работали с несколькими детскими домами, интернатами, да, поэтому у меня есть опыт, даже не то, что с детьми, а именно с детьми из неблагополучных семей, да, и также с обычными школами, где мы прорабатывали эту историю. Интересный момент, что с детьми сейчас, с новым поколением легче. Они легче идут на контакт. Чем взрослыми. Почему? Они более заинтересованы. Для них это в новинку. И у них, самое главное, нет вот этих шаблонов. То есть, у них еще не сформировано вот это вот ядро, да? Да, вот где, что, либо я самый умный. Ну, знаешь, ты же знаешь, у нас в постсоветском пространстве очень сильно переговоры с позицией силы. Я папа, я знаю, как делать. Я богаче, поэтому я знаю. Я красивее, поэтому я лучше знаю. Да, вот мы как раз с детками, у них нет особо еще этой позиции. У тинейджеров, да, они только начинают показывать свое эго. И вот здесь очень важный момент, чтобы ваш ребенок научился вовремя находить коммуникацию, налаживать мосты. И вот если мы говорили в прошлом выпуске про расширение зоны комфорта, то я своему сыну всегда говорю, у тебя сейчас начинается время, когда ты занимаешься расширением личного круга. Потому что школа, университет, колледж, не знаю, какие-то секции, это все расширение. И когда мы приходим к 30 годам, и у меня семья, то у меня остается очень маленький круг. И после 30 мне очень трудно расширить вот эту познакомиться с новыми людьми, найти новых людей. А вот как раз эта группа, с которой я всю жизнь расширял, умел общаться, меня принимали там, и я умел находить общий язык с ними. Вот благодаря вот этой истории ваш ребенок сможет в будущем выстроить себе карьеру, наладить бизнес, да, без денег, опять же. И проявить себя, вот тут очень важно проявить себя, потому что очень много талантливых детей, которые просто боятся даже сказать о том, что в чем они талантливы. Потому что знают, что где-то их не поддержат общество, школа, мама, папа, бабушки, дедушки, потому что все-таки наше поколение, это все-таки то фабрично-заводское воспитание. Да, вот сейчас появляется вопрос. Я, например, родитель, который воспитан на постсоветском пространстве, да, у меня уже заложено вот это плохое ядро, да. Что случается с моим чадом, с нашими отношениями, после чего он вот этот вот летний лагерь посещает, Артем его обучает с его командой, про я переговорщик, и он начинает выторговывать условия у меня. Да, правильно, и он приходит и начинает с вами разговаривать. И вот тут что интересно, как я учу своих участников, первое, чему мы учимся, это учиться разговаривать дома. Так. А потом уже начинать продавать. Понимаешь, да, вот когда я дома так общаюсь, то тогда я уже прихожу на работу и спокойно доношу это. Подразумевает ли лагерь или ваш консалтинговый проект работу вот как с руководителями, с сотрудниками вместе, да, чтобы все понимали одну философию, да, и не могли манипулировать друг другу? Да, также родители и детей, чтобы и родители, которые платят, как правило, за обучение детей, понимали, чему их обучают, и могли это, ну, усвоить тоже с ними, и понять своих детей, к чему они стремятся, и измениться. И вот тут смотри, какой очень важный момент. Спасибо, что задался вопрос, я даже не думал, честно, это озвучивать, но я озвучу. Смотри, какой интересный момент, что с каждой группой родителей у нас будет отдельный небольшой двухчасовой тренинг. Подготовительный или? Подготовительный, да. Будет отдельный небольшой тренинг весной, да, потому что детки будут летом. Где, я расскажу, что будет, где мы какие-то техники потренируем. Окей, то есть будет подготовка родителей. Это раз. Во-вторых, что будет? В каждом лагере будет турнир, и будет финал, и будут призы. И потом, когда все детки после всех смен приедут мы в Кишинев, у нас осенью будет большой турнир лучших среди лучших. И туда, конечно же, мы пригласим всех родителей, чтобы они послушали, увидели то, чему их дети научились. Они увидят разницу, как дети себя ведут дома, как они начинают разговаривать с ними, какие вопросы задают. Опять же, эти вопросы могут быть не совсем удобные. Поэтому здесь становится вопрос, так как иногда бывает на тренингах по лидершипу, да, это, что ты рассказываешь про сотрудничество руководителей, сотрудников или родителей детей. Как правило, руководители или учредители, которые заказывают такие тренинги, стоит их, ну, подготовить внимание. Да, могут быть сотрудники, которые поймут, сотрудники будут понимать по-разному эти тренинги, да, и кто-то уйдет из компании. Да, и вот тут я всем руководителям говорю. Кто-то решит стать предпринимателем, может быть, или построить место работы. И вот тут я всем руководителям говорю, вы будете классным руководителем, если вы поддержите в этот момент своего сотрудника. Вот тут и проявляется... То есть не разговор про предательство, а поддержка, даже в этом решении, которое нам... Нам не подходит. Даже если мы инвестировали. Кто-то сейчас скажет, что у Артем вообще кукуха улетела, да, такое говорить. Но да, действительно, сказать и поддержать его, и сказать, что чувак, или ты красотка, ты молодец, что ты решил сделать этот шаг. Так, мы не знаем, получится у этого человека, не получится. Единственный момент, уйдя из нашей компании, он 100% везде будет говорить, что у него был крутой руководитель, и он работал в крутой компании. Понимаешь? А это дорогого стоит. К сожалению, руководители, вот опять же, это фабрично-заводские настройки, удерживают своих сотрудников. И сотрудники в любом случае уходят из компании. Через какое-то время уходят. Единственный момент, они уходят, и потом сверху донизу эту компанию... Как правило, когда уходят сотрудники? Сотрудники уходят по-разному, да. Если мы говорим вот про эти личные изменения. Сотрудники уходят по-разному. Сотрудники, некоторые уходят, понимают, что они могут больше, и идут, и делают больше. То есть, когда, ну, 100% в компании не позволяет им вот... Им расти. Да, то есть, достичь своей вот личной цели, да? Да, да. Они уходят, либо они, может быть, у них есть такая сексуальная фантазия, что они очень крутые, и они уходят. Ну, это уже другая сторона. Ну, это другая сторона, и они обламываются. Окей. Вот те, кто с завышенным самомнением, да, они обычно обламываются. Какой совет ты даешь в таком случае руководителям, если бывали такие вопросы, тем, кто обломались и хотят вернуться? Ну, тех, кто хотят уйти... Да. Мы провожаем с парадом и говорим о правильном решении, да? Что, если сотрудник хочет вернуться, да? То есть, если он что-то понял, осознал для себя, что вот, ну, не знаю, осознал, что был неправ или был не готов уйти. Каков совет? Опять же, очень многое зависит от того, каким ушел этот сотрудник. Чаще всего я встречаю, что сотрудники уходят с потухшими глазами. И вот тут, конечно же, не надо никого брать обратно. Потому что, если он уже умер, да, то вы его не оживите. Другая компания не оживит. И я вот всем руководителям даю совет. Очень легко проверить, жив сотрудник или мертв. Если ваш сотрудник говорит все время прошлыми успехами, прошлыми результатами, прошлыми достижениями, то он либо начинает сгорать, вернее, начал, а не начал сгорать, либо уже сгорел. Тут в зависимости от того, что он говорит. И второй момент, это когда сотрудник говорит настоящим и будущим. Когда он говорит, я это сделаю, у меня это получится, у меня есть вот такие вот цели, передо мной стоят приоритеты. Да, вот этот сотрудник с горящими глазами. И вот тут, конечно же, да, тогда мы обращаем на это внимание. Даже при интервью я многим руководителям говорю, просто поспрашивайте, и вы увидите, как человек отвечает на интервью. Если он говорит все время прошлым, вот я был лучшим, вот мне давали кубок, а я был лучшим по продажам, и я ушел. Но как бы есть вопросы, есть проблемы. То есть лучшим нужно быть в будущем. Да. Хорошо. Давай поговорим чуть-чуть про руководителей, про то, какие перед ними стоят сейчас челленджи. Да. Можно так сказать, да. И с тем же ты столкнулся, наверное, когда перешел из ряда сотрудников в наемных руководителей, потом сейчас уже работаешь с руководителями. Вот ты сказал, что чуть-чуть инфицировался какими-то моментами, да. Вот может быть более детально чуть-чуть про руководителей поговорим. Ну вот тут, да, про руководителей, основной перед ними сейчас вызов. Какая разница между местными и иностранными, например, или обученными иностранными системами? Да. Ну вот обученные иностранные, тут все понятно, у них все разложено по полочками, они понимают, как действовать, когда они что должны делать, они готовы, и они спокойно принимают эту историю. Есть ли эмпатия? Можно ли обучить эмпатии? Вот. Эмпатии можно научиться. Ее у тебя как качество может не быть. Но ее можно практиковать. Но можно с помощью разговора, коммуникации ее развить. Но тут неважно международной компании руководитель или местной компании, основной сейчас вызов стоит перед всеми руководителями, это новое поколение, которое придет. Так. Потому что они, я просто уже сталкиваюсь с теми, у кого работают 16, 17, 18-летние ребята и девчонки. В чем трудности сейчас? А нет, нет никакой трудности. Руководители говорят, что у них вообще кукуха улетевшая. С ними можно также работать изменением мнения, да? И те же упражнения подходят и для молодых сотрудников, то есть чего они хотят на личностном росте. Тут руководитель про эмпатию должен также принимать, что у него сотрудники будут работать с разных поколений. И если, например, XYZ все известны, можете почитать в интернете, тут все проще, то вот эти новые ребята, с которыми я сейчас недавно столкнулся, о которых еще не исследовали, я вам могу сказать, они красавцы. Они просто красавцы. Значит, не знаю, как у них получилось, но в них нет вообще фабрично-заводских настроек. То есть этого у них вообще нет. Система обучения сломалась? Не знаю. Вот пока ответа нет. Вот как я не знаю полностью их, да, вот так же я не могу показать ответы. Или не обучаемые? Нет, они обучаются, они обучаемые, легко обучаемые, быстро обучаемые, быстро переориентируются. Но не берут за правду догму? Но берут за правду другую, свою правду. И у них нет никаких комплексов, у них нет никаких там недопониманий. Они могут спокойно, самоуверенно не стучать в дверь топ-менеджеру, открыть дверь, ну, например, я твой сотрудник. И прихожу к топ-менеджеру и говорю, Петр Петрович, а скажите, пожалуйста, а почему Андрей, мой руководитель, поставил мне такие цели? Я с этим не согласен. Так вот, среди руководителей, с кем я работаю, есть как раз люди, у которых есть такие люди в подчинении. И они прям, ну вот, для них это тяжело. То есть нужно проводить дискуссии, объяснять. Да, они говорят, в них нет субординации, они не уважают приоритетов, не уважают рамок. Я говорю, слушайте, вы задумайтесь вообще о другом. Вы скажите спасибо, что они честны и открыты. Они приходят и говорят вам в лицо, нежели чем другие поколения, как Y и как Z. Они пойдут в курилку, будут пить кофе и сверху донизу рассказывать о том, какой вы классный руководитель. Эти же вы не истратили денег, пришли, вам сказали, дали фидбэк, без того, чтобы проводить какие-то там опросы. Да, может быть, где-то это неудобно. Слушайте, я тоже, когда прихожу в школу к сыну и когда общаюсь там с классным руководителем, и тут вбегает какая-то девчонка, 14-15 лет, и говорит, здравствуйте, расскажите, почему у меня там восьмерка, а не девятка законтрольную. Я тоже где-то себя ловлю на мысли, что опа-опа, что это такое, да? Прикурс, я переговорюсь. Да, да, подожди, девочка, остановись. А в другой момент говорю сам себе, Артем, это не она, остановись, ты остановись. Нет, послушай. Да, послушай то, что она говорит. А да, они другие, да, к ним нужно привыкнуть. Слушайте, но через 5 лет, ну хорошо, через 7 лет это будет основная масса сотрудников-специалистов, с кем мы с вами будем сотрудничать. Как правило, руководители инвестировали меньше времени в коммуникацию, я правильно понимаю, до этого. Сейчас им все больше и больше нужно времени уделять в общении с непосредственно стоящими под ними структурами, да, с людьми. Сколько времени, вот, из того, что видишь, те, кто успешно, да, инвестирует непосредственно вот в коммуникацию и в построение отношений с командой? Например, 40 часов, я там не знаю. Ну, вообще, если брать там вот мой курс, да, там идет 10 модулей, да, по 3 часа в каждом модуле, это сколько? 30 часов, да, получается, условно. Вот. Вот за эти два месяца руководители начинают по-другому коммуницировать. Руководители начинают по-другому ставить цели. Слушай, ну, вообще, ты знаешь эту забавную историю, да, я тебе скажу. Самый основной запрос. Научите моих руководителей делегировать. И я сразу вспоминаю шутку, когда собственник зашел в магазин, в библиотеку, да, ну, магазин книжный, купил книгу по делегированию, прочитал первую страницу и передал заму дочитывать. Так вот, на чем я обратил внимание? На том, что у нас руководители управляют одним стилем всеми сотрудниками, не важно, сколько у тебя опыта и сколько практики работы в нашей компании, и не важно, какого ты поколения. Конечно же, если мы говорим о высокоэффективных командах, то с каждым стилем, с каждой практикой и опытом я должен находить коммуникацию свою и мотивацию свою. Понимаешь? Про мотивацию тоже забавная история. Был на одном собрании руководитель, собственник бизнеса, выходит и говорит, «Ну, ребята, кто в этом месяце сделать 115% значит вот эта огромная плазма в подарок?» Так вот, из 8-6 человек вышли, плевались и говорили, «Зачем мне эта плазма? Что мне с ней делать? Я вообще не смотрю телевизор». Понимаешь? А руководитель, вот он дома себе, видимо, купил себе эту плазму, насладился и подумал, «Ой, какая классная плазма, давай я всем своим сотрудникам эту плазму зафигачу, и они у меня сделают вот такие вот результаты». А 6 из 8 вышли, плевались. Мы поговорили про вот проблему того, как руководители должны, ну, с молодыми сотрудниками работать. Ну, и, в принципе, со всеми. Видишь ли ту разницу из своего опыта, да? Потому что сейчас появляется очень много молодых руководителей, да? То есть, бывает так, что студенты основывают компании, да, из твоего опыта. Кто, ну, больше про это интереса, да, к тому, чтобы выстраивать правильно коммуникации или обучать своих людей? Это более взрослые руководители или средние, или очень молодые? То есть, какой у тебя опыта? Я вот скажу, вот у меня сейчас большинство заказчиков… И вопрос гендерный. Ага. Мужчины? Женщины. Классный вопрос, да. Да. К сожалению или к счастью, не знаю, но больше у меня заказчиков – это вот наше поколение с тобой. Да. Да? Это вот наше поколение. И больше из них… Которые все больше и больше начали чувствовать эту проблему. И больше из них – это женщины. О, как. И вот тут, что самое интересное, что большинство, ну, вот компаний, с кем я сотрудничаю, крупные компании, SEO, топ-менеджеры, среднее звено менеджментов стало очень много руководителей. Ну, даже у нас президент в стране – женщина, да? И что я могу сказать, что я заметил? Что компании становятся более эффективными, более коммуникабельными, более склонны к развитию. А я объясню, почему. Все очень просто. Мы с тобой, мужики, да, в большей степени настроены по генам на войну, понимаешь? А женщины, они больше на созидание, на создание, на укрепление, да? Вот это их история, это их задача. Поэтому больше всего, честно тебе скажу, у меня заказчиков – это женщины. В процентном соотношении это сколько? В процентном соотношении, ну, наверное, 80% – это вот заказчики. 80%, то есть это заказчики… Женщины. У женщин, вот в компаниях, женщины очень классно, я вот даже об этом не задумывался. Вот сейчас вот ты задал вопрос, я задумался. Смотри, у женщин в компании, они развивают и понимают, что на это нужно. Добавить времени, уделить еще силы, и тогда вырастет цветочек. А мужчины говорят так, так, ну хорошо, вот закажу я этот тренинг-курс по продажам, да? Какой результат они мне сразу покажут? То есть они ждут либо выхода из кризиса в большей части, да? Либо результат здесь и сейчас. Мужчины. Мужчины, да? Женщины, они же больше понимают, что если они взяли небольшой цветочек, то его надо поливать, подпитывать, да? И тогда он через месяц, через два распустится и покажет, да, или даст свои плоды. Но опять же, не все мужчины такие, но большинство, большинство заказчиков мужчин такие. Но есть и среди женщин такие. Наша передача подходит к концу. Очень мало времени, к сожалению, для таких интересных разговоров. Но я хотел бы закончить ее следующей мыслью. Может быть, ты прокомментируешь ее. Александр Грэхенбелл, знакомый, да, тот, кто придумал телефон, телеграм, сказал следующее. Необходимо иметь цель, чтобы путешествие имело смысл. Обучение, которое проводите вы, твоя команда, про это? Да. В первую очередь она про смыслы. В первую очередь она про смыслы. Это не смысл компании. Нет. Это смысл каждого сотрудника. Каждого сотрудника. Потому что в каждом сотруднике мы говорим о том, что это не просто техники продаж. Это смысл. А смысл какой? Мышление. Это налаживание коммуникации дома. А потом уже в третью очередь это отражается на работе, на управлении. Это я руководитель или на продажах. Это я переговорщик. Да. И поэтому в первую очередь это, конечно же, история про смыслы. И это история про мышление. Артем, большое тебе спасибо за эту интересную дискуссию. Я благодарю. И я так понимаю, что если вы хотите быть хорошими переговорщиками, хорошими руководителями, мы должны быть ими и дома, и на работе, и в личной жизни. Да. Большое тебе спасибо еще раз. Спасибо. Друзья, надеюсь, вы нашли наши обсуждения интересными и полезными. Если вам понравилась эта передача, рекомендуйте ее троим знакомым, которые также могли бы насладиться ею. Если у вас есть идеи, вопросы или предложения для будущих тем наших передач, или вы хотите определенного гостя, пишите нам через наши социальные сети. Спасибо вам за то, что провели с нами время. До следующей пятницы. Желаем вам успеха и вдохновления в ваших делах и бизнесе. Спонсор программы Институт развития карьеры.